Здравствуйте, Елизавета! Смотрю ваше задание. Вы мне наконец-то выслали файл формате AIM. И сейчас мы посмотрим, что у вас получилось, какие есть плюсы, минусы и нюансы. Так, по слоям мы все разбили. Сейчас мы посмотрим. Ага, уже все сгруппировали в одну сторону, в один слой. Так, отлично. Давайте смотреть по изделию, что у вас получается. Сейчас мы его разгруппируем, посмотрим, насколько все правильно сделали. Да-да-да, здесь все хорошо. Можно вернуть. Значит, что мне не нравится? Мне не нравятся вот эти острые части, которые у вас торчат. Как это можно исправить? Вот здесь вот в обводке у нас есть мягкий уголочек, и они должны уйти. Значит, у вас они как-то другим способом сделаны. Сейчас мы посмотрим, откуда. Вот, вот видите мусор. Смотрите, нету чистоты линии. Вот эта вот закорючка дает вот этот неприятный выступ. Надо его убрать. Тогда он уйдет. Так, с какого она угла у нас торчит? О, видите, сколько мусора. Весь вот этот мусор, лишние точки, которые мы визуально не видим, но которые нам дают вот эту неприятность, их надо обязательно убирать. Обязательно осматривать, что у нас происходит. Вот выступ с одной части ушел. Так, с другой части давайте также смотреть. Перышко минус. Это все надо убирать, надо вычищать обязательно, иначе эскизы имеют вот такую вот, ну, так называемую грязь, либо шум, мусор, как хотите его называйте, его быть не должно. Так, а вот здесь, скорее всего, сработает то, что я только что делала. Видите, уголочек остро торчит. Можно его попросить быть круглым. Вот здесь в обводке. И тогда будет более гладко. Так, что еще мне не нравится? Я не люблю эти вещи, но это не критично. Смотрите, вы рисовали так, как показывала я, и у вас оставилось по три точки, потому что делали сливание, слияние, да? Вот, вот эти вот все такие штуки я люблю потом подчищать, потому что они опять же создают ненужный шум и, в общем-то, некрасиво все это дело смотрится. Это чисто уже такой перфекционизм, наверное, в чем-то, но для эскиза он полезен. Особенно, если мы говорим про рисунок базы, то есть это те эскизы, которые будут постоянно использоваться. Надо это все убирать безобразие и делать один эскиз чистым. Но для начала, учитывая того, что вы не рисовали и у вас получился результат, я считаю, очень достойный. Это как пожелание на будущее, будущего эскиза. Первые попытки просто прекрасно, здесь тоже все хорошо. Если нужно сгладить вот эти вот всякие неровности, есть инструмент, называется сглаживание, и вы его нажимаете, и, ой, не тот выбрала. Инструмент называется сглаживание, и вы им плавно проводите по линии, она становится более мягкая, более упругая. Чисто визуальный эффект, если он нужен. Так, а здесь вот у вас шумов не получилось. Так, по футболочке я все сказала, все хорошо, спинка тоже есть. Давайте посмотрим, что со свитшотиком. Так, вы взяли бурберы, отлично. Так, заливки, давайте смотреть, все по деталькам. Это у вас внутренний шов, да, вы рисовали, или что это у нас такое тут торчит? Еще вот тоже, вот он мусор, видите, когда все выделяете, вот этот вот мусор, его надо вычищать, потому что не нужен он вам. Зачем вам эти точки на фоне, непонятно, просто вот так вот берете, говорите Ctrl-A, у вас выделяется абсолютно все, и вон они точки полезли, они выделились, их надо аккуратненько почистить. Можно взять инструмент лассо, и прям их в зону лассо загоняете, и вычищаете. Аккуратненько, тихонечко вот это все подчищаете. Но это не смертельно, но это делает эскиз более таким дерганым, вон они вот, вот эта вот вся ерунда. Видно сразу, что они непрофессиональны. Так, хорошо, заливочка. Что там варганили? Да, все хорошо. Так, обмоли, вы собрали свою. Да, вон она линия. Отлично. Так, давайте посмотрим еще. Под заливкой ничего нет. Так, если мы хотим залить, зальется ли у нас. Да. Единственное, почему-то здесь что-то мелькает, меня это смущает. Давайте смотреть, что вы сделали, почему такая эрундистика происходит. Так, нет, все хорошо. Не вижу, я там лишние точки. Почему-то она сбивается. Ощущение, что какая-то линия провалилась. То, о чем я говорю, а вот при приближении оно ушло. Вот этот эффект, что есть какая-то полоса горизонтальная, это значит, что дополюстратор выдает. Иногда при заливке это делает, когда вот увеличиваешь, нет никакого перехода. Все отлично, все правильно сделано. Так, здесь тоже правильно, здесь правильно, здесь это уже чисто художественная вариация. Так, и вот здесь вот убежал немножко, да, линия. Ну, это так, это я уже прям вот разбираю вот вплоть, да, от и до. Где, что, когда, куда и почему. В принципе, все эскизы очень достойно отрисованы, учитывая то, что это первая попытка. Просто шикарно. Но вот это вот надо править. Вот это вот многократное наложение, оно не айс. То, что не стыкуются линии, то есть увеличивайте и аккуратненько их надо привести все-таки в единство. То есть, то чуть-чуть, то чуть-чуть, там, например, горловина, которая сверху. Вот опять вот этот какой-то огрызок тут торчит. Ну, вот, вообще его надо удалить, он не нужен здесь. С этим надо просто немножечко аккуратнее. Это случается у новичков. Вот эту надо назад убрать. Именно для этого я вам и делаю разбор, чтобы вы видели, ну, где какие ошибки вылезают, и что с этим можно сделать. Вот так, какой-то тоже огрызок попался, видите? То есть, нарисовали все правильно, но потом не вычистили эскиз. Вот это вот тоже торчит штучка, вот ее надо там поменьше, поменьше, да, убрать. Технологически, смотрите, идет то, что спинка, она будет внизу, тесьма, она будет выше. Вы же хорошо шьете, вы это понимаете, да? То есть, собирайте изделие согласно тому, как оно должно быть. То есть, по сути, вот эта тесьма, она закрывает шов, которым соединяется горловина и спинка. И она сзади вот соединяет, служит как декоративно, так и, в общем-то, функционально убирает. Обязательно смотрите. Вот это вот мне не очень нравится. Я поняла, что вы нарисовали то, что там по спинке. Можно там непрозрачность задать, потому что ощущение, что идет линия сквозь, и, ну, как-то вот она визуально бьет. Так мне больше нравится. И обратите внимание, линия реглана, она будет несимметрична по полочке и по спинке. Они не придут у вас одинаково. Вот. Потом, что еще у нас здесь есть? Вот строчечку забыли, но это уже дизайн. Давайте скажем так. Может быть, может не быть. Форма рукава. Немножко меня смущает. Может быть такой, why not. Я бы ее делала больше похоже на рюмочку такую, вот как она здесь есть. То есть она будет по реалистичнее смотреться. Ну, это тоже. Это вот уже кто-то называет вкусовщиной, кто-то личным восприятием и вкусом. То есть не обязательно это делать именно так. Просто что бы поменяла я, как бы я это сделала по-другому. Таким образом. И рукава здесь не так сильно все уходит. Все-таки надо... Так. Тоже какой-то шум у меня тут непонятно болтается. Что-то такое? Там, грызок там. Вижу, грызок. Вот опять там что-то ерунда какая-то. Просто увеличиваете. Спасибо, это по иллюстратору. Он позволяет приблизить прямо вот... Да нельзя. И делаете правильную форму. Тоже там какой-то вот узел плавает у меня неправильный. А, вот она, какая-то зяка. Кракозявра. Мы еще уберем эту точку. Так, вот по ее плавной. Есть в эскизах одна такая неприятная вещь. И, в общем-то, я через нее уже перешла. Но мне на это потребовалось около 5 лет. И иногда она ко мне возвращается. Они требуют безумной аккуратности. То есть можно сделать быстро много натяп-ляп. А если вы действительно хотите высококачественно делать их, то нужно набраться терпением. И вот эти вот мелочевки. Их все аккуратно делать. Тогда ваши эскизы будут на вес золота. Для того, чтобы оно аккуратно получилось. То, что, например, я показываю в мастер-классе по нижнему белью. Там вот очень много деталей. Там идет кружево. И вот этот мусор неприятный. Его надо стараться избегать. Вот, смотрите, я поправила рукав. Вот визуально как они выглядят. Можно оставить так. Почему нет? Можно оставить так. Это на отличный вкус и цвет. Все остальное хорошо. Отличная работа. Немножко горловину кривая. Но это уже форма. Рисуйте ровнее. Вот она здесь перекошенная. Здесь тоже чуть-чуть есть. Но это вот маленькие недосчеты, которые по первости они вылезают. Это нормально. Адресуйте 20-30 эскизов. Будет все хорошо. Вообще есть поговорка такая. То ли китайская, то ли японская. Не помню оригинально у кого. Что нужно слепить свои первые 100 пельменей. Первые 100 пельменей вы лепите. Они кривенькие. И после этого у вас получается уже все отлично, как у мастера. Так что для начала хорошо. То, что мне не понравилось, я обозначила. Показала, как это поправить. Так держать. У вас еще впереди по марафону 4 изделия. Рисуйте. До новых встреч. Пока-пока.